Восинский Карагод. У Витебску пройшел самый чаканный и любимый городжанами кирмаш, удельниками якого стали представники Амаль-40, установа Дукации в области. По традиции они выставляли и продавали продукцию, якую зробили альбо вырастили новученцы. Наш корреспондент Инна Падрецкая доведалась, о чем удивляли покупников и чему на кирмаш завитал старшиня Былвы Конкама. Не глядяши на холодный ранок, Жахары Витебска пошли приходить на кирмаш задолго до официйных открытий, колени которых гандлёвых палаток одразу выстроивалися черги покупников. И не дива. Колледжи и лицеи продавали продукцию на любой густ. Особливо радовались покупникам новученцы. Приемно бачить, что твоя праца оценивается годно. Наш колледж представляет здесь все отделения кулинарные, парикмахерские и швейные. Совместная работа швейного и парикмахерского отделения мы можем видеть в части представленной коллекции дубленок зимовой волошки. Первый курс у нас творческий мы набрали очень. Умеют и рисовать, и вышивать. Поэтому роспись по тканям, по неопрену, все имеет место быть. Постельное белье пошивают, верхний ассортимент. То есть вся продукция, которую пошивают наши учащиеся в процессе практики. Усягона кермаши працевала амаль 100 гандлёвых кропок. Городнина, садовина, одзения, вырыбы с керамики и древа. Кожный мог сносить себе тут товар до спадобы. Ежегодно все берем. Картошку, яблочки. Вот малину купили ремонтантную. Хорошая клубника. Хорошая. Вот пришла на ярмарку посмотреть вообще, что есть. Ну вот понравилось. Хочу вот приобрести кружечку. В общем-то нужное дело. Особенно вот сейчас осенью, когда люди заготавливают продукты, это очень нужно. Покупники могли поласываться разностайными кулинарными стравами. Юшкой, драниками, шашлыком, свежей выпечкой. Тут же працевали майстер-классы рукодельниц. Специально для деток организованный майстер-класс – декоративную роспись под конинем. Хлопчикам и девчаткам выдаются на рыхтоки, якие они целиком размалевывают. И потом сувениры свои саблевые застаются им на память. Наведу в Осинский кермаш из старшиня бицепского амбл-вагонкама Миколай Шарснеу. Керовник в области оценил разностайную продукцию, поспробовал некоторые стравы и обмерковал проблемные пытания с представниками установ адекватии. Я вообще регулярно посещаю данное мероприятие. Почему? Во-первых, очень интересно наблюдать, как развиваются наши учебные заведения в плане товара, который они сами же и производят. Во-первых, они прорастают в объемах. Во-вторых, у них увеличивается выручка от проданного товара. Это очень важно. Здесь задействованы учащиеся. То есть они уже нарабатывают не только некие навыки, но уже свой имидж и авторитет. А, наверное, самое главное, что ярмарка стала желанной для жителей города Витебска. Что для меня немаловажно, общаясь с мастерами, преподавателями, руководителями учебных заведений, я слышу о тех проблемах, которые они до меня доводят. И мы стараемся находить решение, чтобы к следующей ярмарке уже у нас произошло улучшение. То есть мы пытаемся от ярмарки до ярмарки двигаться вперед, снимать проблемы и в то же время создавать лучшую материально-техническую базу, для того, чтобы создать имиджевый авторитет учебного заведения и чтобы шли детки учиться. Выстава продаж продукции устану «Адукации» в области – заусёды чеканая падея учарадей сельскох господарчих Кермашоу. Для покупников гэта махчымысь набыть якосный товар, а для колледжаў и лицеў – продемонстроваць умени своих вучню и паказаць, што их работа оценивается не толькі добрымі адзнакамі, а и рублём. Инна Падрецкая, Леонид Табола, Новины, Витебск.